У нас снова лавашики, такие вот штучки завернули, там колбаска, там сыр, у Димки там аджика, у меня там чуть-чуть майонезику и зелень, очень вкусно, мы же который раз их жарим, надо пригашить покупать лаваши, чтобы потом не избавляться от них неделями, и чай с чабрецом, чабрец свой из грядки, что-то прям вкусняшечка. Так, масло убираем, тебе масла не надо больше? А, ты сейчас мне будешь класть на сковородку, да? Хорошо. Мы сегодня едем, правильно? Мы не просто сегодня, мы сейчас завтракаем, быстро собираемся и едем, потому что пока хорошая погода, надо успеть либо, может быть, примастерить эту антенну. Хотя папа хочет дождаться сбора мебели. А, вот так, да? Может быть, сейчас оставим на окне антенну, побегаем, померим еще раз. Здесь попробовать на веранде под крышей, знаешь как? Здесь, в смысле, в этом доме? Нет, в том доме. Там же она на окне стоит, на окне стоит. Вот, если там вынести, по сути, она стоит рядом с верандой. Вынести точно так же, но на веранду стекло не будет мешать, и смотреть она будет примерно в ту сторону. Другое дело, что если там в окне интерференция, то на веранде она не сработает, скорее всего. Да нет, у нее какой-то интерференции нет. Другое дело, что... Почему нет? У тебя дом на пути. Так она, а, она же ориентирована, да? Да, ориентирована в ту сторону. Мне еще не показалось, что мы в сторону щеки. Нет, нет, она ориентирована у тебя прямо на дом. Значит, огибает дом. Сейчас побегаем, ты покричишь в него. Интерференция. И все. Ладно. Чуть, все готово. Да. Тарелки внизу. Да, нифига мне не тарелки. В смысле? Ну вот, тарелочки есть. Давай я эти возьму. Держи тебе вот это. Я в того скорость. Помочь, нет? Да, давай, Савин. Нет, подождите, не давай. Малится. Ну, лопаткой прямо, ну. Куда так мало-то? Давай положу. Сейчас еще раз, я кормлю. Перед. Порезь, говорится, сейчас. Красота, это очень вкусно. Правда... Я думаю, что понравится, кстати. Почему? Она уже расхоленная, потому что. А, может быть. Правда, твой порвался, к сожалению. Но я думаю, этого не видно. Это значит, у него колбасы больше. Это же хорошо. Мне кажется, аджика его, как это сказать, из сухого делает влажным. Из-за этого он рвется, нет? Нет, такая же. Он рвется, если у тебя ваваш хотя бы чуть-чуть подсох. Я скажу, чуть-чуть сухой. Он сейчас не был сухим. Я заворачивала, такой же, как у меня. Мой не порвался, твой порвался. Но, нет, нет, вот, нет. На моем я делала майонезик сверху. А аджикой я мазала именно лаваш. Но порвался он в другом месте. Не по месту, где ты размачиваешь, а по месту сгиба. Ладно, хорошо. Ну что, нашла? Да, нашла. Только первым на этот день мне место расписали. Ну правильно, потому что сегодня же вторник уже. Давай. Ой, сегодня вторник. Сегодня понедельник, а тебе делать на вторник. Молодец. Мама, теперь я увидела, что здесь окружающий мир. Да, давай, начинай с тетрадок. Хорошо? Да. Димка сейчас собирается. Я его жду. Машулька начинает делать уроки. И сейчас он выйдет. И... После душа. И мы поедем опять в Элберис, потому что там пришел роутер дополнительный. Для того, чтобы сделать его ретранслятором в том доме все-таки. Решили, что антенна будет стоять в этом доме. Потому что здесь сигнал лучше. Соотношение сигнал-шум, DBM и вот это вот все. Здесь он лучше. Вот. А в том доме в бане поставим ретранслятор. Чтобы он транслировал туда этот сигнал Wi-Fi, который здесь есть. Потому что там практически не ловит. Практически. Вот. Так что сейчас съездим туда. И еще я хочу взять с собой коробку со своими кедами, которые я недавно купила. Я их не носила. И, возможно, я их сдам, потому что я нашла еще более классные кеды, на мой взгляд. Ну, короче говоря, они мне больше понравились. Если они мне подойдут, если они мне будут прям по ноге, то, возможно, что я сдам старые кеды, которые я до этого купила. Вот. А возьму эти. Вот. Потому что те, которые я купила, они на широкую ногу. Прям вот реально. Я шнурки затягиваю. Я не люблю, когда между сторонами вот этими вот, где шнурки затягиваешь, совсем не остается никакого пространства. То есть это на широкую ногу смотрится. Это не очень вообще. И у них очень большая платформа. Мне все-таки хотелось более такие классические кеды. Вот. Так что заказала кеды, у которых полнота обуви 3. Это очень узко. В общем, посмотрим. У меня подъема нет. Так что они мне, по идее, должны подойти. Люди пишут, что они обалденные. Ну, сами знаете, да, что нога у каждого индивидуальная. Поэтому надо все мерить. Как повезет. Я вчера грохнула свой телефон об асфальт. Прикиньте. Хорошо, что это не экран айфона, а это накладка. Вообще ужас. Если их там уроки смотрят свои. Примеряю и те, и другие. Вот эти вот мне как-то внешне больше нравятся, что ли. Они, не знаю, короче. Ну, просто вот они такого вида какого-то. Они с перфорацией. Они такие все. У них задник такой прикольный. Но мне почему-то трет задник. Очень высокий он. А это я свои привезла с собой. И вот эти, по-моему, более аккуратно выглядят. Вот в этих лыжисть какая-то есть. Как будто они лыжи. Ну, ладно. Берите и те оставьте. Не, не, не. И те, и те я оставлять точно не буду. Правда. Нет, вот у этих уже задник трет. Я чувствую, я буду действительно с пластырем гонзать. У этих ничего не трет. Вот пускай они и будут. Все. Все, оставляю, короче говоря, свои. Сдашь вот эти? Давай, короче. Сейчас. Да. Может быть, шнурки просто другие подобрать нужно. Плоские. И будет все супер. Ну да, смотрятся они как-то более аккуратно, что ли. И эти прям белые-белые. Эти все-таки немного тремовые. Но на видео не видно. Жалко, если честно. Они выглядели как-то, я не знаю, более классно. Ой, какая я. Какая я. Все. Все. Хотелось чего-нибудь такого. Этакого. Не вышло. Ладно, оставлю те кеды. Те, они прям удобные. Ножка себя в них чувствует очень комфортно. Прям отдыхает. Просто вот то, что надо. Вот эти мои, которые я... Ой, извиняюсь. Которые я брала в прошлый раз. Вот эти. Ну, видимо, их я оставлю. Эти ботиночки выглядят, конечно, супер. Все. Все классно. Но очень высокий задник. Очень жесткий. Прям трет вот эту вот заднюю сторону ноги. Заднюю сторону ноги. И у него деревянный язык. Поэтому, когда начинаешь вот ногу сгибать, когда идешь вперед, да, например, прям вот упирается нога. Тоже очень больно. Хотя в остальном они супер мягкие. Но вот эти вот накладки серебристые, прям мучение. Чего? Попшикай мне. А, давай попшикаю. Что? С роскошными волосами все летит? Да, все летит. Что красиво. Красиво. Кто спорит? Но не в такой ветер. Ну ладно. Он у тебя порвалась. Нет, значит. Она от этого не стала быть родной. Все? Поехали? Да? Погнали. Даже вот так вот на солнце выйти можно, блин, только либо на балкон покурить, либо в маске. На спине. Ну что? Я тебе оставляю. Ну ладно. Вроде сказали, что... Ой, сказали. Я где-то читала, что в этом году модные на высокой подошве. Я не придерживаюсь, конечно, но так получилось, что случайно. Пусть будут они хорошо. Но они хорошо смотрятся. Смотрятся, да, хорошо. Они аккуратнее смотрятся, чем тебе. Да? Может, к ним плоские шнурки, а они будут вообще тогда? С круглыми шнурками. Чего? Не знаю, какая разница. Мне кажется, они будут смотреться по-другому. Хочешь, у нас по узке на моей возьми? Спасибо, нет. Обойдусь. Сейчас я уберу. Надеюсь, мы сейчас заведемся. Да нормально он заводится. Тем более бы покатались. Сейчас приедем на зарядку, поставим аккумулятор. Сколько он, осторожно. Ай, прям в нерв. Часов семь простоит. Зараза. Чем ты? Тут все мягкое. Вот, вот об этом, пластмасску. Парковочного режима. Есть новое видео с парковочного режима. Парковочного. Откройте глею, чтобы присмотреть. Прошел, прошел, прошел. Разрешусь? Я тебе таблетку вот сюда кину. Попытую. Нет. Господи. Подарейку для ключей на всякий случай. А ты купил мне? Нет, старую. А, старую. Хорошо. Я практически верю, что дело не в них, но мало я. Ну да. Скорее всего, дело не в них. Мы сейчас продуктовой... Помойку. Помойку. Это у меня сзади. Мы помогаем врачам. Смотри, привезли кого-то. Да нет. Детейка без маски, без перчаток. Скорее, развозят врачей. Ну, если они сюда врача привезли. Значит, кто-то пожаловался на плохое самочувствие. Ну. И? И? Значит, там коронавирус? А, аппендицит. Все издеваешься. Здесь тоже все замотали. Все площадки замотаны, все замотали. Даже лавочки замотали, чтобы, видимо, бабушки не сидели на лавочках и не распространяли. Не знали, здесь это, господи. Чего? Социальное расстояние между людьми. Несколько сотен метров. Все равно. Ну, мужикам ништяк. Из пятиэтажки сбежал, сто метров прошел, вот и гараж. Сидят, он бухает. Да? Ага. Социальная дистанция. Сто метров даже уважились. И жена с детям не мешают. И гараж, и пила, все нормально у них. Так. Мы... Крутые. Да нет, я не про это. А мы все равно крутые. Куда? Так, магазин, да? Да. Выкинул все? Лишнего не выкинул? Бывай, образ пакет был. Ну, что мне в помоечке копаться уже не впервой? Ну, один раз, один раз ты копался из-за меня в помоечке. Один. Ты... Не один с Горбановичем. Да, четыре бака, блин, в новогоднюю ночь перевопатить. Ну, ничего, я же нашла потом пинетки, ну, че ты. Лучше бы, конечно, было, чтобы мы их нашли. Тогда хотя бы не зря копались. Ха-ха-ха-ха. Вредный какой, а? Блин, пожалуйста, только погоду куда-нибудь на юб ехать, реально. Поехали? Чтоб удочки торчали. Ну, ты у меня уже рыбалку полюбишь. Принудительно тебя заставлю полюбить. Надо тебя разместить в среду, где одни рыбаки и рыбалка. Не надо меня туда смещаться. И за полгода ты с выпьешься. Поплачешь немножко. И с выпьешься. Куда вот... Вот откуда, куда они гуляют? Там жилые дома. Магазин. У него пакет в руке. Дядька, пусти, дядька, пусти. А вот это не продуктовый магазин? Не знаю. Не видела. На пятерочку без вывески. Или на магнит. Или на магнит. Я за грибами хочу. По-моему, как-то еще. Я же хотеть-то мне это не мешаю. А, ну, прости. Разкочила. Неправда. За мной твоя машина. Не хочу заполучить. Проехали вперед. Какая тут дорога красивая. Потому что невысокий лес. Не знаю, может быть. Ах, ну, где тут дорога. Взялись мне дорога. Она везде казалась бы знаковая. Ну, нет. Казалось бы. Казалось бы. Вот, вот, вот. Вот. Вот, вот так нужно ездить. У меня волосы летят. Надо тогда волосы собирать. Далее не бегают. Ну, в смысле, не животные люди. Ну, чего вы просто... У нас же сегодня стейки. А у вас ребра. А у нас стейки. А ты со мной поделишься? Нет. Смотря как ты себя вести будешь. Я себя всегда хорошо веду. Я вообще лапочка. Да? Угу. Ну, там все равно. Там не филиминьон. Там, я не помню, какие-то стейки такие. А, то есть, типа, сильно хорошо себя... Не нужно вести, да. Ну, так чуть-чуть. И так поделиться, да. Я хочу попробовать все равно. Ну, там 4 стейка. За 2 ребра. На гриле, на манкале? Как вы его будете делать? На решетке, скорее всего. Ну, он должен быть прям кровяной. Это уже не знаю. Скажи, чтобы аки не дожарили. А если не говорили, мясо не дожарили. Аль денте и... Как-то... Медиум. Не медиум, а рэр. Да. Медиум, пожалуйста, аль денте и мясо рэр. Ну, в общем, повар у вас рукожоп. Ничего делать не умеет. Медиум, ссорить, не медиум. Мясо, чтобы кусаешься, мы берем сок, вы у них какой-то кровище. Прожарить кусок мяса. Ну, там и нет кровищи. Там сок идет. Это сок. Я ею. Через капюшечку. Мы только завтракали, не так. Мы позавтракали, позавтракали маленьким кусочком лавашика и двумя кусочками колбаски. Ты сам мне говорил, куда ты мне такой здоровенный наляпала. А теперь что? Два кусочка колбаски. У тебя лежали на столе Овечки и коровки пасутся. Прикинь. Овечки. Какие овечки? Вон, ты посмотри, сколько скота всякого. Коровы. Это животные, скот. Слышь, пацаны, она вас скотиной называет. Вообще. Ты хочешь, чтобы меня разодрались в стадо бешеных коров с овцами? Это не коровы. Это дамы пожилого возраста. Коровы. А рядом с ними кто? Овцы. Это модные девчонки? Как ли тут решили заглянуть в отворот один? А тут такой мост, простите. Что-то страшно по нему ехать, если честно. Хотя я смотрю, вроде народ ездит. И вроде все нормально. Свежая дорога-то. Ничего не человека. Чего? Почему течение в ту сторону? Потому что, наверное, это какой-то от... Приток. Да, приток. От притока. Нет, смотри. Мост вроде сильный, народ ездит. Ну, вообще, конечно, страшненько. Так вот ночью здесь только фары. Да ладно, ночью ты сейчас поедешь? Нет, не поеду. Не поеду. Обалдеть, посмотри. Ну, он вроде сильный, но не, я не рискну, честно. Тем более, вон там уже дырка даже. Туда уже кто-то съехал даже. Съехал, ладно. И если мы провалимся, то будет прикольно. Да ну не. Что, не поедем? Не. Ну, ты трусиха. Я не трусиха, я берегу машину. Как-то оно не внушает доверия. Вон сзади, тем более, мужики какие-то идут. Ну, конечно, мужики какие-то странные в этом году. То ли они не проснулись еще, их не сгонишь. Сели и сидят. КОНЕЦ Дай, дай. Заказала Машке мяч волейбольный. Он такой мягкий, вообще. Вообще не деревянный. Слушайте, он суперский. Well Star. Ну, заказали самый дешевый, на самом деле. Просто, чтобы ребенку было весело. Чтобы он мог играть. И чтобы мячик был яркий и розовый. Найдуешь? Розовый обязательно. Да. Так вроде посмотрели, он без порезов. Боже мой, нормально. А, ключики, ключики. Вот здесь. На машине, да? Да, вот тут, вот тут. Сейчас сигнализацию нажали? Не надо, не заводи так. А вдруг он сейчас не примется? Вот, слава богу. Я начинаю думать, что дело не в зарядке. В чем-нибудь еще. Блин, такой мягкий. Прям кожей пахнет. Передуй. Ну, перейдуем. Чего? Будем, наверное. Такой. Он, кстати, очень мягкий. Им играть будет прикольно. Держи. Я просто не хочу, пока я его перекачиваю. Нормально. И Машке он дает. И Маша как раз будет, да. Давай. Продезинфицируй, да, и отдам ей. И вот этот пакет забираю, да? Да. Хорошо. Во. Роутер еще один. Ретрофил там будет. Да. Да. Ку-ку. Ку-ку. На, забирай, он твой. Спасибо. Пожалуйста. Вот будешь играть теперь. Так он поколол в маниле. Ну, да. К сожалению. Зато он розовый. И такой весь яркий. И склякс. Да, я уже, кстати, все протерла, все продезинфицировала. Вот. Так что на здоровье. Теперь можете с папой выходить, например, и играть. Я не знаю, на лесном газоне или здесь, как угодно, на дороге. Он немного похож на нашу планету. Нравится? Да. Классный. Ну-ка, поподкидывай вверх, только не очень сильно. Ловится хорошо? Да. Отлично. И падает. Руки не отбивает? Мягкий? Да. Ну вот, шикарно. Вот, сразу садимся. Умница. Руки у меня в одном положении. Ага. Не отпрыгивает куда-то. Да, да, да. Ну все, наслаждайтесь. Доделай русский. Дай ночь. Доделай русский. Ты ей помог уже? Нет. У нее там закат был какой-то с тресогузкой. Ну, с тресогузкой. Проверочное слово. Тресогузка. Проверочное слово, слово тресогузка. О, ой, ой. Да, объяснение материала. Все правильно. Да, все правильно. Все правильно. Так, Дим, Дим, подожди. Там еще эта сыворотка. Я очень хочу ее попробовать. Ты протирала? Да, я все протирала. А, Маш, Маш, резинка твоя для занятий гимнастикой. Ой, такая древорда я. Давай попробуем. Давай? Давай. Сейчас мы ее откроем. Я, я... Мам, я все уроки сделала, кроме физры и розков. Ну, хорошо. Хорошо, сейчас сделаем. Физру папа. Так, твоя резинка для занятий гимнастикой. Она у тебя ярко-желтая. Как там вам говорила тренер ваш делать? Ты сделай то, что тренер вам говорила, как делать нужно. А, не помнишь. Ну, давай, попробуй ее растянем. Так. Как там? Давай. О, какая гибкая. Она гибкая, да. И у нее много петель. Не только в серединке, но и вот... Ой, не только по краям, но и вот в серединке тоже можно зацепиться. А у тебя как? Она... Она очень мало тянется. Ты возьми ее пониже. И ход маленький. А, ход маленький. Ну и что, не нужна? Не нужна, пригодится. Пусть будет. Мам, смотри, как ей можно сделать. Ноги завязать. Да, только не держится. Ну да, не держится. Угу. Мам, а давай я попробую за ногу ее захватить? Давай, захвати за ногу. Только ты петлю, ножку в петлю. Ножку в петлю сейчас попробуем. Да нет. Что, нет? А, погоди, погоди. Конечно, ножку в конец в петлю. Да. Вот так. На конце. Ага. Так. Сейчас подожди. Я просто кое-что придумала. Да, я поняла. Во. Во. Ты знаешь вообще, как делают, Маш? Ой, эту штуку? Да. Как? Смотри, на бой наступи. Наступи. А вторая. А она порвется. Ни, ничего не порвется. Во, видишь, как она тянется? Видишь? Вот. Только через перец, Мышка. Через перец, Мышонок. Через чего? Через вот, через плечо. Вот так. Вперед. Нагивайся вперед, не бойся, она никуда не денется. И вот эта вот нога в эту петлю вставляет. Вот так. Я только держать буду, а то я боюсь, ты сейчас с ума сойдешь. От нагрузки. Вот. Вот так делают. Видишь? Да. Хорош. Понимаешь? Я сказала, что скажу, ау. Вот. И так же на шпагат садятся. То есть с одной ноги на другую ее одевают, в растягу, чтобы обратный шпагат, чтобы она на ноги вверх кинула. На. Короче, это твоя резинка. Твоя желтая, пальца на фиолетовая. Фиолетовая сильнее, поэтому пользуйся желтой, ладно? Фиолетовая сильнее, в смысле она тверже? На растяжение она сильнее, да. Да, она тверже. Для тебя пока такая, желтенькая. Папа, давай его потянуть. Я просто хочу проверить, правда она на моем почве? По-моему, разницы никакой нет. И косить в лес. Там уже половину покосили, осталась еще половинка. Такс. Ага, к забору движемся. Окей. Так, аккумуляторная косилка, кстати, безумно удобная. Она, конечно, не... Блин, да что ж такое? Мухи такие странные. Уйди, конечно. Она не очень мощная, но она зато очень удобная, потому что не нужно за собой таскать никакие удлинители. Короче, классно. Она очень легкая еще. Так, ну погнали. Так. О, сидр. Там без меня сидр пьют. Понеслась. Так, тапочки. Тапочки. Мышка, ты доделала все? Да, кроме все. Ну, ты взрослый. Ну, с папой доделаешь потом, да? Мам, папа, ты спироль-то улетишь. Что, ты закончила? Да, закончила, ага. Папа, где там мальчик? Так, зовите. На шизолонге. Он сейчас, он в лесу там траву вытряхивает. Оставшуюся. Где стеки-то, которые вчера носили? А, они в доме размораживаются, да? Слушайте, ну маленько. Может, кто-нибудь съест еще в тарелочку, в тарелочку отстал? Ты давно не ел, Дим. Так, давай, не ел. А где Маш-то? Маш! Ты где? Где мячик-то? Мячик вот тут был. Куда уточнился? Так вот, 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 видишь, ребенок слился с мячиком. Какой он. Классно. Мы будем сегодня его тестировать. Лучше внизу, на плитке, Мышка. Давай. На плитке. Выйди в тапочках, ладно. Ау. Чуть-чуть. На плитке, ничего страшного. Давай. Классный. Классный. А я что-то сидела вечером, думаю, что мы это... Что у нас тут мячика нету? Ничего нету, решила заказать. А дай все удобные, не все удобные. Пока, пока, пока... Давай, папе нужно принести вот два стейка, ребрышки и хлебушек. Хлебушек. Ну, я очень люблю, ну, авокадо. Очень съедобное. Тебе не жарко? А что это? А это животное такое. Мышка? Тебе не холодно? О, ребрышки. Легкие. В передружном ребрышке есть. Два стейка, два стейка. Вот эти стейки должны быть, мне кажется, очень вкусные. Вот эти. Ну, они сухие у тебя, вот эти вот твои любимые без жил, да? Да, да. Да, которые вкусные. А у меня получилось 27 раз. Вот. Давай еще немножко, пока мы там все готовим, и объявишь рекорд, ладно? Парад для мирового рекорда. Давай. Какая красота. Ну, ты все-таки стип взял, ну. Мам, чужина, золотой. Да, осторожная. Нет, езжу надо сюда. Ты где будешь сидеть, мать? Пришли опять в футбол играть, а мне что-то совсем не до футбола. После такого сытного перекуса, это не обед был, конечно, это был перекус такой, мы просто посидели, попили сидр и перекусили там всякими этими оливочками. Колбасками, хамончиками, тем самым. Вот. И я совсем не хочу играть, вообще. Мои играют. Принесли мяч свой и играют. Да? А здесь? Ну, давай. Еще разочек. Твой позор. Давай. Что такое невезуха? Ни голоса, ни слуха. Ой. Не могу не слуху. Давай. Ваше невезуха не попадет, будете тут стоять. Ооо. Еее. Ёй-ёй-ёй. Ничего себе. Что, теперь я? Да. Ладно. Ну, давай я теперь сниму твой. Давай, позор. Давай. Куда? Вот отсюда. Куда ты пошел? Это ты оттуда кидаешься. Боя оттуда кидаешься. Мазил-мазил-мазил-мазил-мазил-мазил-мазил-мазил-мазил-мазил. Ребенку мяч отдай, ему покупали. Давай, ребенок. Даже ребенок, понимаешь? Теперь папа, да? Давай папе, да. Теперь мама. Подходи, где мы бросали. Тебе же неудобно. Тебе же неудобно. Я буду еще ближе и ближе. Ты когда-нибудь вообще к столбу плечом прислонишься? Так он уже снизу и так бросал. Это все ветер. Да, конечно. Ветер папарацци и проклятие жены, которая стоит тут. Ай, ты кому бросал-то? Мне. Мне? Так ты же вроде сейчас. Привет. Да. Ты. Ты. Проклятие жены, которая тут. Лапка жабки. Яйца и волги. Мамик, волги, волги, волги. Мамик, волги, волги. Ты на меня понеслась. На, теперь ты. У меня что-то в ботинок попало. Конечно. Из-за этого, да? Из-за этого. Из-за этого. Из-за этого только со второго раза, да? Исключительно. Ну да. Никогда бы в скрипбол не играл. Я тоже. Давай. У меня что-то башка болит теперь после этого сидора. Мы поставили заряжаться наш аккумулятор. Так что стоит он там в гараже. Заряжается. Слушайте, у меня теперь вот тут вот блик. Блин, это от того, что я кокнула телефон, судя по всему. Вот эту вот рамку, которая у меня наклеена на дисплее. И она проходит прямо теперь рядом с камерой. Видимо, мне придется эту рамку снять. Заказать новую, заменить ее. Потому что она что-то вся потрескалась вообще. У меня с китайскими такого не было. А это я заказала с Вайловой весом. Хотела вам показать. Мы со свекровью здесь пробовали вот такое вот сыворотко. Новосит. Новосвид. Мы, правда, пробовали ее после бани. И, честно говоря, очень понравилось. Она не липнет, ничего. То есть после нее ощущение очень приятное. Кожа прям разглаживается. Вот. И я решила купить себе тоже еще такую. Про запас. Буду использовать ее вместо увлажняющего крема. А то у меня крем здесь такой. Он, ну, питательный. Короче, не для жары. Сейчас у нас наступает тепло. Поэтому его использовать, конечно, нежелательно. Вот. Так что возьму себе вот такую штучку. А то я пробовала раньше. Есть такая знаменитая сыворотка от фирмы, по-моему, Елизавета. На ней еще нарисована хрюшка такая. Вот. И она мне не подошла. Я начала ей мазаться. И меня сразу начало высыпать. И плюс она на мне была липкая. Вот. А эта, честно, мне очень понравилась. Хочу попробовать. Она с гиалуроновой кислотой и коллаген. Аквагель называется. Гели вообще необычно липнут. Но эта не липнет. Там дорисовывать еще очень долго. Какая красота. Все готово, да? Да. Все, чтобы прям на лицо падали. Блестки, чтобы на лицо падали? Да. Классная какая. Молодец. Она стоит, ребят. Ребят. Она стоит, ребят. Она стоит, я не шучу. Молодец. Маш, красиво. Вот у нее ножки согнутые. Ага. Вот так, садимся. И так, все складываемся. Поверь, ну ладно. Сок флорит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.